Девочки, всем привет! Сегодня я к вам с новым видео. В сегодняшнем видео мы с вами будем делать вот такой макияж белорусской косметикой, только белорусской косметикой. Гвозд программы, это, естественно, глаза, и глаза выполнены только одним белорусским брендом, производителем Real Oui. Если вам интересно, что на моих глазах, то, естественно, оставайтесь, потому что по-другому вы не узнаете. Если вы впервые на моем канале, то привет! Меня зовут Настя, добро пожаловать! И мы, как всегда, без долгих разговоров, начинаем. Поехали! Так, девочки, давайте начинать. Один глаз у меня уже оформлен по ходу того, как буду делать макияж на втором веке. Буду вам рассказывать и пояснять все моменты, которые у меня получились, не получились. Сегодня у нас на глазах будет только Real Oui, белорусский производитель Real Oui, и будет всего лишь три оттенка. Давайте я сейчас вам покажу, в общем-то, что это за оттенки. Сегодня я использовала две тени-однушки. Одна из линейки Пикассо, это такой горчичный оттенок. Это у нас тон под номером 1, и второй, вот этот темно-коричневый оттенок, это тон номер 34 из, я так понимаю, их постоянной линейки. И также, естественно, в центре у меня очень красивая подводка, которую я использовала в качестве жидких теней, жидких глиттерных теней. Это Real Oui, это опять-таки Paradiso, и это тон номер 4, Good as Gold, называется. Очень красивый оттенок. И давайте приступаем, давайте начинать. Первое, что мы будем брать, это Пикассо, и это наш горчичный оттенок. Набираю на синтетическую пушистую кисть, встряхиваю остатки и начинаю заносить в уголочек и полностью в складки. На веке у меня, как всегда, нанесен консилер, и он перепудрит немного пудры от Focalure, которую я вам показывала в одном из недавних видео. Совсем немножко, потому что тени, особенно вот эти Пикассо, линейка очень пигментированные, и, в принципе, они не нуждаются ни в какой влажной подложке, поэтому... Для того, чтобы они просто не залипали, я решила дополнительно припудрить консилер. Консилер от Belour Design Soft Focus, как всегда, в 101 оттенке. Замечательно служит мне в качестве базы и... Замечательно служит, кстати, и в качестве консилера, потому что и в косметичке месяца я вам его показывала, и вообще часто его показываю, потому что очень классный Belour Design выпустил консилеры. Так, возвращаясь все к этому же оттенку, я просто буду добиваться большей и большей интенсивности. Очень такой смачный осенний, что ли, оттенок, но сегодня погода у нас тоже практически, можно сказать, осенний, идет дождь. Очень пасмурно, очень как-то уныло и печально на улице, но в принципе макияж, чтобы получился праздничный, не уныло, поэтому забудем про уныние. Я уже занесла во внутренний и внешний уголочек, как вы видели, этот оттенок, и просто его чуть больше теперь подтушевываю. Дальше возьму пушистую кисть, у которой остаток пигмента от Focalure, но он просто не смывается, поэтому кисть чистая, и с помощью этой кисти просто немножечко подтушую все чуть-чуть выше и, так скажем, втушую в кожу. Я себе такой челлендж все время делаю, сделать глаза одним брендом белорусским, либо лицо только одним белорусским брендом. Не вся у меня есть их косметика, не все линейки, только выборочные, то, что мне нравится. И достаточно сложно сделать полноценный макияж, имея то, что я имею, потому что не всегда это сочетается по оттенкам, но, мне кажется, сегодня очень такое неплохое, интересное сочетание получилось. Так, откладываем сейчас Пикассо и переходим к обычной линейке. Это 34-й оттенок, сатиновые тени, они темно-коричневый цвет имеют, такой не слишком холодный. Хотя это сатиновая линейка, я их постоянно использую как матовые тени, потому что они неплохо тушуются, и они достаточно темные, поэтому никаких проблем в этом плане не испытываю и буду наносить, набирать на маленькую кисть карандаш из набора Бейли. Концентрирую все во внешнем уголочке и во внутреннем. Так, и дальше предыдущей кистью ничего на нее не набираю, просто все еще лучше растушевываю между собой. Так, девочки, готовы дальше? Переходим к интересной части, с которой я очень долго провозилась. Это новенький для меня оттенок из линейки Paradis, этих глиттерных подводок. Мне очень понравилась эта линейка, я их люблю использовать в качестве жидких теней. Зеленый оттенок у меня до этого был. С зеленым оттенком мне работалось проще, потому что у меня была зеленая подложка, опять-таки от Triluie. Вот такой камельный оттенок под названием Green Tea, 35 тонн. И в качестве подложки он служил классно, и зеленые тени смотрелись лучше. Сейчас же золотого ничего у меня от Triluie нет. Единственное, что у меня есть золотое, это жидкий хайлайтер. Я попробовала нанести сначала жидкий хайлайтер, дала ему немножко подсохнуть, и дальше уже наносила подводку. Но ничего хорошего из этого не получилось, потому что очень-очень сильно начало все скатываться, скукоживаться, потому что, естественно, ни подводка глиттерная, ни хайлайтер для этого не были придуманы, для того, чтобы наносить их в те места, в которые я нанесла. Поэтому я такие проблемы испытала. Методом проб и ошибок я все-таки пришла к выводу, что если я хочу использовать этот оттенок, я его чуть-чуть больше пока говорю нанесу, и если хочу использовать его именно в качестве жидких теней, то просто лучше всего его наносить на обычное голое веко, на котором ничего нет, никаких дополнений. Поэтому так я и буду делать. Так, девочки, и давайте, в общем-то, приступать, давайте наносить. Я пробовала доставить дозатор, у меня видно, что я его тут доставала, он уже так некрасиво, неприглядно выглядит, но ни к чему хорошему это не привело, и я решила его назад вставить. Поэтому давайте наносить, в общем-то, вот этой тонюсенькой маленькой кистью, которая меня очень смущает, но ничего страшного. Процесс будет долгий и кропотливый, но я его, естественно, ускорю, когда буду видео монтировать. Так, девочки, готово. Этот глаз оформлен. Смотрите, насколько здесь аккуратнее смотрится глиттер, он никуда не скатался. Подводка. И здесь, где я столько проводила манипуляции, естественно, чуть-чуть смотрится похуже, но, тем не менее, очень красиво. Обожаю эти продукты от Релуи. Просто моя любовь, забегая наперед в покупках, покажу вам еще одну подводку, потому что я не удержалась. Я купила третью подводку из этой линейки, мне осталось, наверное, две, у меня будет вся коллекция. Хотя изначально я планировала попробовать только один оттенок зеленый. Так, и сейчас давайте переходить к части с подводкой. Подводка у меня также от Релуи из линейки Диа Айс в коричневом оттенке. Не захотелось мне делать чего-то черного, и я поддалась вот этому тренду лисьих глаз, лисьего взгляда. Я не знаю, почему он стал как будто бы новым. Мне кажется, что это все то же самое, что уже было. Был похожий тренд, Cat Eye назывался, когда точно такую же полосочку проводили внутрь глаза. Было так спокойно, зеркало падает. Были очень похожие какие-то арабские, по-моему, глаза, что-то в этом духе, когда все делали то же самое. Но теперь просто, мне кажется, решили поменять название и сделать то же самое. Так, но переходя к подводке, следующим образом она выглядит. Линейка называется Legal Eyes, и у меня это третий тон, оттенок номер 3, коричневый цвет. Все такая же здесь, не самая удобная кисть, но тем не менее. Будем рисовать стрелочку и дальше пытаться сделать тот самый эффект лисьих глаз, который, я не знаю, нравится мне на мне, либо не нравится. Я еще, если честно, не определилась. Что мне нравится у этих подводок, это то, что они высыхают в полностью матовый финиш. Но они всегда аккуратно, они ложатся вот на такие металлические продукты, но за их стоимость, можно им это простить, очень напоминают эти подводки. Также подводки от NYX, называются Vivid Brights, но от NYX подводки прям очень сильно скукоживаются, некрасиво смотрятся. Здесь же все гораздо получше, хотя тоже есть свои моменты, но стоят они в три раза, так это точно дешевле, а то и в четыре. Давайте снимать, смотреть, что получилось. Стрелки у меня точно сегодня разные, но такое периодически случается, поэтому ничего страшного. Так, девочки, давайте продолжать. Будем рисовать эту же стрелочку, продолжать вовнутрь, но предупреждаю, у меня получится такая некрасивая клякса, которую я потом консилером буду подправлять. Так, смотрите, насколько сейчас это все удручающе выглядит, мы сейчас возьмем консилер, софт фокус, естественно, маленькую кисть, и я все это буду подправлять. Готово, это максимум, на который я способна, и давайте теперь я буду показывать вам, как я клею ресницы. Помню, что обещала в одном из видео показать, как я это делаю. Для начала я всегда наношу совсем немножко туши, для того, чтобы лучше перемешивались искусственные ресницы, накладные ресницы и мои натуральные. Возьму тушь от Belour Design, называется Maxi Mission. Следующим образом она выглядит, мне очень нравится здесь. Здесь силиконовая кисть, и немножко свои ресницы прокрашу. Говоря про ресницы, я уже обрезала ресницы так, как они мне нужны, под размер моих глаз. Эти ресницы у меня уже были несколько раз в использовании, и теперь я беру клей. У меня это клей от KISS, который мне достался от пары ресниц, но я всегда покупаю клей от KISS, так к себе приближу, а то не вижу, что я делаю. Он есть на ваунбере, стоит недорого, 10 миллилитров в упаковочке. Мне очень нравится обычный белый клей. Следующим образом все должно примерно выглядеть. И дальше, так как у меня клей не новый, и он быстро схватывается, я клею практически сразу же, не спеша, но сразу же. Если клей новый, только открытой баночкой, несколько раз я только им попользовалась, то клею не сразу. Нужно дать время для того, чтобы сцепка такая появилась, для того, чтобы хорошо он садился на реснички. И, в общем-то, это становится видно по тому, насколько светлеет вот эта вот лента, на которую клей нанесен. Она становится все светлее и прозрачнее. Это говорит о том, что пора клеить. Так, и дальше я просто моим пинцетом, мне это удобнее всего, наклеиваю, придерживаю посередине и с двух боков. Смотрю, чтобы реснички хорошо, плотно закрепились. И далее просто пинцетом я приглаживаю свои ресницы с накладными, для того, чтобы они перемешались и хорошо смотрелись. Так, девочки, дальше приходим к макияжу лица. Я выбрала две тональные основы от Belita Pro Luxury в первом оттенке и также BB Nude Skin от Luxe Visage в третьем оттенке, бежевым, самым, темным. Я их смешаю для того, чтобы мне тональная основа моя отдала более желтоватый оттенок, потому что Belita слишком светлая для меня. Мне хочется чуточку-чуточку потемнее, и поэтому я их буду смешивать в равных, так скажем, пропорциях. Смотрите, более желтая. Это Luxe Visage, и более такая бежеватая, это Belita. И будем наносить. Очень люблю оба эти тона, никогда не пробовала их сочетать, поэтому сейчас будет такое первое впечатление. И распределяю, как обычно, спонжем от производителя O2O. Так, девочки, готово. Дальше консилер. Все тот же, который я использовала в качестве базы Belor Design Soft Focus 101. Фокус? Soft Focus Focus 101 оттенок. Немножко. Для того, чтобы высветлить. Консилер нанесен. И на это веко, пока я не забыла, мне нужно нанести также два наших оттенка, которые мы использовали на верхнем веке. Два оттенка теней. Буду набирать на кисть карандаш сначала вот этот горчичный. И где-то до середины века я его наношу. И дальше темный, темно-коричневый. Так, девочки, дальше продолжая с макежем лица, будем брать для начала пудру Stroping от Belita из линейки Lab Color. И у меня это 0,2 оттенок. Очень красивый продукт. Я буду использовать как скин-финиш, буду наносить на самые выступающие части лица. И, в принципе, по всему периметру, избегая только зоны вокруг глаз. Для этого мне понадобится самая большая кисть, которая у меня есть под рукой. Так, готово. Смотрите, такое сияние появилось на всем лице. Очень красиво, очень деликатно. Мне очень нравится этот продукт. Прямо обожаю. Дальше, следующее, что я буду также от производителя Belita использовать, это их контуринг из этой же линейки. Это скульптор в 0,2 темном оттенке. И далее в качестве бронзера буду использовать палетку от Belor Design Sculpting Trio. У меня это 0,1 тон. Ох! Буду использовать бронзер из этой палетки. Давайте возьмем кисть немножко побольше. И, смотрите, бронзер у меня тут уже под заканчивается. Но он не слишком теплый. И так как глаза совсем прям теплые, горчичные, мне не хочется, чтобы все лицо было прям теплое-теплое-теплое. Немножечко контраста передадим. Так, девочки, ему уже почти на финишной прямой румяна от Belor Design Velvet Touch. Такой нейтральный тон, совсем он легкий-легкий оттенок априкутовый такой передаст. 101 оттенок, очень красивый. Они с сатиновым финишем. Здесь шиммера нет, но такая атласность точно присутствует. Румяна, как всегда, очень красиво все завершают и подытоживают. И для губ также у нас будет тепленький, красивый оттенок. Опять-таки Belor Design Million Kisses линейка. И это 221 оттенок. Одна из моих самых любимых жидких матовых помад белорусских. И на этом мой сегодняшний макияж закончен. Очень симпатичный макияж. Мне нравится сочетание горчинки с золотым оттенком глиттерной подводки от Reluie. Мне нравится, как выглядит твоя кожа. Как вы заметили, я не добавляла хайлайтера, потому что мы использовали пудру Stroming. Плюс у нас были очень атласные сатиновые румяна, поэтому мне кажется, хайлайтер будет здесь лишним. Кожа смотрится отлично, глаза смотрятся замечательно. Мне нравится сегодняшний макияж, мне нравится такое сочетание. Естественно, жду ваши комментарии внизу, что вам понравилось больше, что понравилось меньше. Также все ваши идеи, естественно, приветствуются внизу в комментариях. На этом буду с вами прощаться. Огромное спасибо за просмотр. И очень скоро увидимся в новом видео. Всем пока-пока. До новых встреч. До новых встреч.